Здравствуйте! Я продолжаю рассказывать о проекте коллективного договора, который подготовила администрация городской поликлиники номер 52 Выборгского района города Санкт-Петербурга. Сегодня мы рассмотрим несколько приложений, но начну я немножко с другого. Начну с того, что наши медицинские работники в основном юридически безграмотны, потому что мы ограничены своим медицинским образованием. Нам по большому счету некуда поднять головы от этих бумажек, работаем на полторы-две ставки, чтобы хоть как-то свести с концы с концами и разобраться в этих тонких юридических сплетениях. Порой просто нет времени. Поэтому в этом приходит на помощь профсоюз, но не ФНПРовский, который как бы все подписывает, все, что скажет администрация, а какой-то независимый профсоюз. Таким профсоюзом на территории нашей страны является только единственный профсоюз на межрегиональные действия. Вот я, например, стою в чате и в этом чате постоянно находится 108 человек. Ну, ясно, что когда я задаю какой-то вопрос, мне мгновенно кто-то отвечает, выходит на связь со всех уголков нашей необъятной страны. Ну и сейчас мне тоже помогли разобраться в вопросе. Вопрос будет касаться всего лишь об одном, о дополнительном отпуске при вредных и опасных условиях труда. Положен нам 14 дней, не положено 14 дней. Но я начну с другого. Я начну с того, что есть такая бумага. Ее подал в 14-м году некто Сергей Двойников. Это внештатный специалист и эксперт Минздрава. Он положил Скворцовой на стол такую бумагу, где сообщает, что в России уровень смертности медработников до 50-летнего возраста почти на треть выше, чем в среднем по стране. Все это в 14-м году докладывает Скворцовой. А у хирургических и операционных сестер этот показатель достигает аж 40%. То есть представляете, выше, чем в других категориях у медицинских работников. Дальше он рассказывает, что основным является инфекционная болезнь составляет 80,2%, а 12,3% приходится на аллергические заболевания. Ведь медики контактируют с препаратами, многие из которых сильнейшие аллергены. Все это есть. Кроме того, сообщает этот Сергей Двойников, целый доктор медицинских наук, что подрывает эмоциональные и физические перегрузки, а также интоксикации и нарушения опорно-двигательного аппарата. Это приводит к высокому уровню ранней смертности среди представителей медицинских профессий. Ну и дальше идет следующее. То есть у нас целый профессор объявил это все в стране, а что делается? А ничего. Вот в нашей поликлинике что делается по этому поводу? По этому поводу написан проект администрации коллективного договора, где медицинских работников непосредственно скорую помощь, ну там в принципе всех, ну и отвечать за скорую помощь, скорую помощь лишают дополнительного отпуска наполовину. То есть ясно, что если у нас столько вредностей, то единственное, что может нас спасать от развития различных заболеваний, это уменьшить время воздействия на нас этих вредностей. То есть нам положено укороченный рабочий день, это прописано в законе, и второе, это дополнительные отпуски за вредность. И вот у нас администрация прописывает, вот возвращаемся к приложениям, для нас, для скорой помощи отдельно прописано седьмое приложение, где они нас здесь очередной раз унижают. Они говорят, что продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, опять ссылаясь на Трудовой кодекс Российской Федерации, всего лишь семь дней, ну, семь календарных дней. Все, вам ничего не положено, умирайте на своей работе, нас это не волнует, мы просто на вас сэкономим денег. Все возвращается опять к тому, что на нас экономят, то есть вот конкретно на нашем здоровье экономят. Ну и, соответственно, я решил разобраться в этом вопросе, положено нам семь дней отпуска или еще сколько-то положено, на чем это положено. Еще раз говорю, что медицинским работникам, по большому счету, некогда разбираться. Единственный вопрос и единственная защита, это защита организованного профсоюза. Когда один что-то знает, другой знает, есть юристы в профсоюзе. По одному, даже вот большому, по большому счету, организованному коллективу, в котором не поставлена эта работа, не знаю, с чего начать, чем закончить, это тоже невозможно. И так начал разбираться. Оказалось, все достаточно просто. Какие аргументы у администрации по поводу того, что не дают этот отпуск? Ну, такие вот смешные, например, что со всей смены вы вредность испытываете не всю смену, не все 24 часа. То есть, ну, как это объяснить? Вот возьмем секундомер. Допустим, врач-терапевт принимает больного. Значит, вот он входит, этот пациент, 30 секунд вредности нет, вот он раздевается, 2 минуты вредности нет, вот он садится на стул, уже прошло 4 минуты вредности нет, его врач спрашивает, это врач воздействует на него, уже 5 минут вредности нет, и вот пациент отвечает, открывает рот, вредность пошла. Ага, 30 секунд он говорил, вредность закончилась. А потом он еще одевается и выходит, и всего он 30 секунд вредничал врачу, а всего он принял 40 пациентов, 40 умножаем на 30 секунд, это получается 20 минут, ой, и никакой вредности меньше половины рабочего дня. Вот они такие вот, например, приводят доводы. Или, например, ссылаются на Трудовой кодекс Российской Федерации, где в статье номер 117 указано, что минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска, оплачиваемого, составляет 7 календарных дней. То есть вот они обязаны, то есть у нас уже проведен соут, стоит, вот они нам как бы тыкают вот этими 7 календарными днями, и не больше, и не больше. Вот в Трудовом кодексе написано, вот. А соут, который сейчас, вот новый закон, он противоречит, вот еще такие слова. Соут противоречит, наверняка эти все уже слышали. Итак, с помощью профсоюза действия мы решили разобраться досконально в этом вопросе и выяснилось, что все обстоит с точностью наоборот. Итак, начнем с соут, на который все ссылаются. Да, у нас проведен соут, вот у меня есть такая вот специальная оценка условий труда, целый приказ, и на второй странице непосредственно говорится определение, специальная оценка условий труда, статья 3 в этом приказе. А соут, а приказ называется федеральный закон, даже федеральный закон номер 160. Итак, этот федеральный закон номер 60 дает определение, что же такое специальная оценка условий труда. Итак, специальная оценка условий труда является единым комплексом посредственно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных или опасных факторов. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы, подклассы условий труда. То есть, понимаете, соут, вот все ссылаются, соут там чего-то противоречит. То есть, когда ты начинаешь читать этот большой приказ, потом начинаешь вникать в эти все таблицы, во все вентиляторы, во все правильно заполненные, ты не видишь сути вот этого документа, а суть-то она в том, что это просто инструмент. Инструмент определить, есть вредность или нет вредности. Все. Вот непосредственно пришли люди с бумагой у нас на работу, провели соут с ошибками, но все равно вредность у нас нашли, у нас на скорой вредность 3,2. Все, 3,2. Ну, что значит инструмент? Объясню популярно. Ну, вот, раз мы медики, соответственно, медицинский пример. Ну, допустим, инструмент какой у нас там в сумке валяется? Градусник. Итак, вот у нас есть градусник. Вот это инструмент. Мы берем этот инструмент, пихаем его куда? В подмышку, допустим. Ну, или еще куда-нибудь впихаем, да? Этот инструмент. Измеряем температуру. Значит, в подмышечной впадине у нас температура 38,5, ну, или там 39,40, и все, что мы этим определяем. Так и соут. Вот он определил, вредность есть. Но потом этим градусникам не снижается температура тела. Все, он на этом, его функция закончена. То есть им невозможно никак снизить температуру тела. Дальше мы начинаем прибегать к другим мероприятиям. То есть мы смотрим, да, лезем в свои документы, ну, в данном случае в свою память, и вспоминаем, ага, температура, значит, нам надо использовать для снижения анальгинодимедрол. А потом, вспомнив про анальгинодимедрол, мы лезем в следующую свою память и вспоминаем, какая же дозировка нужна этого самого анальгина, кратность введения и все остальное. То есть получается, что соут конкретно, это просто инструмент определения, вредность есть, вредности нет. У нас вредность есть. Дальше, какое наше действие? Дальше мы идем к Трудовому кодексу Российской Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации, то есть запоминаем, да, классность 3 и 2. Значит, статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям. Труда подписано 2, 3 или 4. Вот нас 2. Вот 3 и 2 у нас. То есть мы попадаем в эту категорию. Дальше. Ну хорошо, вот нам положено. То есть они мне пишут здесь же, вот подчеркнуто в этой же статье, минимальные 7 дней. Ну минимальные понятно. То есть определили вредность, все 7 дней. А сколько нужно-то? Трудовой кодекс это никак не регламентирует, сколько в действительности нужно. И оказывается у нас есть другие документы. А это конкретно список, список такой, таблица список Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 года. И вот есть такие мнения, что типа это не то, СОД, Трудовой кодекс противоречит там, поэтому этим пользоваться нельзя. Значит, берем следующий документ для тех, которые уже этот путь прошли. А прошли они этот путь уже в 2012 году. И есть определение Верховного суда Российской Федерации от 01.11.2012 года номер АПЛ 12-651. Где вот такие вот деятели уже говорили, что нет, ничего не положено, Трудовой кодекс противоречит этому документу старому. Оказывается, не противоречит. И по закону, опять же, по 423 статье, которая в этом Трудовом кодексе написана, там написано, что не целиком документ там что-то противоречит, надо выкинуть, а там написано части противоречащей. А вот именно эта таблица, где указано, что врачам скорой помощи, фельдшерам скорой помощи, работникам скорой помощи положено 12, и здесь очень важно, рабочих дней, 12 рабочих дней. Вот это все там прописано. Представляете? А также есть инструкция о том, как рассчитывать, если ты отработал 11 месяцев, или ты сидел на больничном, там, допустим, 2 месяца, сколько же тебе положено этих дней? И там конкретная инструкция, как, что, зачем это все рассчитывается. Но основное – это 12 дней. И там говорится, если ты отработал на ставку, 12 дней идут, и там несколько расчетных формул, соответственно, если ты отработал год на ставку, то тебе положено этих 12 дней рабочих. Рабочих, повторюсь. Рабочая неделя у нас по Трудовому кодексу Российской Федерации составляет 6 дней. И когда ты берешь календарь и начинаешь отчитывать рабочие дни, то туда попадает выходной день, воскресенье. Вот отсюда появляется вот это число 14. То есть понятно, да, что люди уже обращались, уже Верховный суд в 2012 году решил этот вопрос. Но я зачитаю, просто многие не полезут, поэтому я зачитаю. Прекращая производство подделов, суд первой инстанции ошибочно исходил из того, что оспариваемые нормативные правовые акты бывшего Советского Союза в настоящее время не применяются, не прождают правовых последствий. Отсутствие нормативного правового акта Федерального органа исполнительной власти, устанавливающего в зависимости от класса условий труда с учетом мнения Российской трехсторонной комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными иными особыми условиями труда, сокращенная продолжительность рабочего времени, минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, минимальный размер повышения оплаты труда, а также условия предоставления указанных компенсаций не является препятствием для установления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сокращенной продолжительности рабочего времени работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Все уже есть, почитайте, там большой очень документ, поэтому нам не то, что нельзя там сокращать, нас жизненно необходимо, чтобы у нас был этот 14-часовой рабочий, 14-дневный отпуск, который положен нам по всем документам. Все прошли, посчитали. Если в кадрах не умеют считать, пусть возьмут эти документы, там очень все понятно. Два раза посчитают, два раза разберутся, потом будут всем с удовольствием считать, сколько же дней положено в отпуске по этим таблицам от 1974 года. Теперь на самом деле сколько положено. То есть мы заключаем сейчас коллективный договор, в котором могут быть улучшения без привязок к различным нормативным документам. А это и есть коллективный договор. То есть непосредственно вот в этих документах и в статье, которую я приводил, там сказано, если иного не написано в коллективном договоре, то есть не обязательно ссылаться или тому подобное. То есть у нас есть факт, о котором сообщил профессор Двойников, что медики умирают. Что делает правительство, что делает Министерство здравоохранения? Да ничего не делает. То есть не выясняется причина, причины понятны, от них не избежать. Ну что? То есть вместо того, чтобы увеличивать нам этот отпуск, вот на местах этот отпуск еще и уменьшает. То есть нас подвергают воздействию и по большому счету нас заставляют умирать до 50 лет. Для нас это принципиально. Не надо идти на какое-то соглашательство. То есть вот эти приложения звучат вот следующим образом. Понятно, да, что нам сократили до 7 дней в этом проекте приказа. Очень интересные два приложения. Приложение к приложению номер 1 и приложение номер 6. Причем здесь два одинаковых, совершенно две одинаковых таблицы, состоящих из списка из 25 должностей, которым администрация установила дополнительный отпуск. Естественно, главный врач, зам главного, и 4 зама главного врача, и главная медсестра, естественно, они написали себе 10 дней. То есть медикам, которые общаются с инфекционными больными, жара, холод, зной, в этих газелях, блин, им 7 дней. А вот этим, которые себе ненормированные вот эти вот моменты ставят, там, не знаю, какое ненормированное совещание, у них, соответственно, по 10 дней. Ну, сейчас до меня дошел слух, что они себе сократили до 7. А почему до 7? Вот здесь вот, то есть они ссылаются для нас на статью, что минимальная составляет 7 календарных дней. Так сошлитесь на статью 119. Здесь вам, работникам с ненормированным рабочим днем, 3 дня прописано. Ну, прописано же 3 дня. Поставьте себе 3 дня. Чего вы себе тут написали? 10, теперь 7 подписали. Чем это обосновано? Я не знаю. Соответственно, я поставил перед собой вопрос. Ну, если в коллективном договоре можно поставить ничем не объясняющие нормативы, вот как себе главный врач нарисовала 10 суток со своими замами и главной медсестрой, то почему бы мы не можем без оснований поставить, например, 20 суток? А потом я подумал, а почему нет оснований? Основания-то лежат на поверхности. Итак, я читаю Трудовой кодекс. В Трудовом кодексе написано, что во вредных и опасных условиях труда нельзя работать больше ставки. Но все медики работают на полторы-две ставки. То есть, свои проблемы, которые у нас возникли в этой стране по жизни, мы решаем не тем, что боремся за увеличение оплаты труда, а боремся своим, убивая свое здоровье, работая на полторы-две ставки. Ну, представляете, вот человек работает на две ставки. Вот представляете этого медицинского работника? Это то же самое, что вот человек стоит у станка 8 часов. Ну, все, сходи, перекури, и еще он 8 часов отстой. И получается, как в нашей царской России работали по 16, по 14 часов. Вот сейчас работники здравоохранения как раз и работают. И потом мы удивляемся, почему такая смертность среди медицинских работников, что они до 50 лет умирают чаще, чем все остальные, на треть, на 40%. Вот поэтому. Ну, так вот, давайте рассчитаем тогда. Итак, у нас есть письмо кодовое, мы его называем письмо номер 44, который говорит, что медикам и педагогам можно работать сверху. Ну, то есть это мы называем на полторы ставки, да? На полторы ставки работать можно. При этом трудовой кодекс запрещает работать. Вот оно, где несоответствие-то. Вот где в противоречие вступает. Но, естественно, там письмо не написано ничего о вредности. Просто нам разрешают, и мы работаем на полторы-две ставки. И, естественно, эта медсестра, которая там засыпает на работе, естественно, ей легко уколоться или порезаться инструментом, инфицированным ВИЧ, гепатитом и всякой этой ерундой, с которой мы тут сталкиваемся. Ну, еще раз возвращаюсь к тому, а сколько можно-то? Ну, получается следующее. Когда я рассчитывал по этим формулам, именно сколько мне положено календарных дней, отработав там столько-то, 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 я столкнулся с такой интересной вещью. Что? Вот у меня есть справка о том, что я отработал не на ставку за год, мне бухгалтерия это дала, а за 17-й год на 1,30 с чем-то там, с копейками этих ставки. То есть у меня не одна ставка. У кого-то больше, там полторы, у кого-то 1,6. Но я не могу эту таблицу привести, потому что там разглашение этих всех тайн, там непонятных тайн, все в тайны какие-то играем. И когда начинаешь рассчитывать это по этой формуле, получается, что тебе там не 12 дней положено, а положено 16, а кому-то и 18 дней. То есть это если у тебя написаны все эти документы на полторы ставки во вредных условиях. То есть мы берем 18 рабочих дней, расставляем их по календарю, и получается 21 день. Представляете? Получается 21 день отпуска. Не 7, о которых говорит администрация, а 21. Ну и второй вопрос, это вопрос еще как можно уменьшить воздействие вредных факторов. Это, естественно, сократить рабочий день. Итак, у нас проведен соут, и нам поставлена вредность 3,2. Соут проведен с ошибками. Так как этих ошибок на страну очень много, то Министерство труда, Министерство здравоохранения и профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации выпустило такое совместное письмо. Вот видите, оно вот так вот выглядит. Вот совместное письмо, вот эти все номера. И как бы его можно читать долго, но смысл этого письма следующий. То есть он говорит о том, что для того, чтобы поставить вредность 3,3, надо всего лишь два момента. Первое. Это то, чтобы это был медицинский работник. И здесь объясняется очень точно, что является медицинским работником. И как же определить, что это медицинский работник. Вдруг работник скорой помощи не медицинский работник. И второе, это что не надо никаких проводить дополнительных исследований по вирулентности, по наличию этих бактерий. Надо только взять статистику. То есть пойти и взять статистику в своем заведении. Что мы, например, скорая помощь, обслуживает район, в котором такой-то процент ВИЧ-инфицированных, такой-то процент гепатита и такой-то процент туберкулеза. И все. Если этих документов невозможно добыть, их не дают, то достаточно просто принести историю болезни, где написано, что вы ВИЧ-овому или гепатитному делали какие-то манипуляции и вообще лечили его. И срок этих документов 5 лет. То есть вот за 5 лет взял, там нашел 1, 2, 3, 4 истории. Ацксерил принес все достаточно для того, чтобы сразу поставили 3,3. Что такое 3,3? Это сразу 36-часовая неделя. А если пересчитать на рабочую жизнь, то это получается 3,5 года. Понимаете? То есть у нас государство забрало 5 лет до пенсии, да? А здесь мы себе 3,5 года. Вот этими вот действиями простыми. Когда мы должны следить за этим всем. А кто это должен делать? Естественно, профсоюз. Потому что профсоюз по закону должен подать мотивированное мнение для пересмотра. Но опять же, мы сейчас заключаем коллективный договор. Я возвращаюсь к коллективному договору. Смысл коллективного договора, что он может сейчас уже без всякого соуд поставить нам рабочую неделю, соответственно, 36-часовую рабочую неделю. И осуществить доплаты по закону от 4%. От 4%. Ну давайте сразу 14%. А почему нет? Очень даже неплохо. 36-часовая рабочая неделя и 14% за вредность. Я предлагаю вот это все сделать. Это вынесено, это не я только говорю, это говорит весь наш профсоюз. Итак, о сокращении рабочего дня, об обоснованиях рабочего дня, о сокращении рабочего дня говорит Медицинский профсоюз Межрегиональные действия. Об этом говорит Рабочая партия России. У Рабочей партии России основной лозунг борьба за 6-часовой рабочий день. Это касается прежде всего и медицинских работников. Это говорится на Российском комитете рабочих. Приезжайте, учитесь бороться. А главное, надо организовываться и организовываться в боевые профсоюзы. Только в них надежда на нашу хотя бы продолжительную жизнь. А пока, пока. Продолжение следует...